Люди все чаще стали жаловаться на нехватку времени, но может ли это быть связано с появлением телефонов и интернета? Мы решили поинтересоваться у жителей и гостей Сергиева Посада, сколько времени они проводят в виртуальном мире. Много ли времени вы проводите в сети интернет? Не так много, потому что нет времени там сидеть, потому что я больше работаю. Информацию кое-какую беру. Примерно я провожу часика два, а я, ну, часиков шесть. Если честно, да, очень много. Можно сказать, шесть часов в день. Если выходные, то могу и день просидеть, могу там чисто в обед, либо еще как-то, то есть в основном сижу. Да, конечно, мы проводим время в интернете и не, скажем так, не один час иногда, если это рабочее время. Так как я библиотекарь, то в интернете провожу время достаточно много, потому что размещая публикации о проведенных мероприятиях, черпаю какую-то информацию, опять же, не только с интернет-ресурсов, но и из электронных библиотек. Ну, а это президентская библиотека, да, президент России детям, это наши подмосковные библиотеки, губернские библиотеки в электронном формате, где много интересного можно почитать. Ну, и дети, скажем так, имеют свои ограничения, но какие-то страницы, сайты интересные, игры познавательные, да, но в ограниченном количестве. Часа два в день. У него два, у меня больше три. В основном, что я делаю в социальных сетях? Ватсап у меня чисто по работе, то есть, да, то есть Телеграм, также посчитать разные новости ВКонтакте, в основном я слушаю музыку, ну, и также посмотреть, как бы, что происходит в мире, то есть, как-то так, ну, общаюсь и так далее. Я только беру оттуда информацию, либо объявление, либо, ну, что мне нужно конкретно, а не просто время проводить. Я играю в игру, в мою любимую, робокс, вот, и в ТикТоке, вот прям вот. Я обычно или играю во что-нибудь, или смотрю ужастик. Смотрю познавательные передачи на Ютубе, также смотрю посты интересные, там, про автомеханику, про мотомеханику. Я обычно слушаю проповеди, и еще я смотрю, у меня в телефоне есть Телеграм-канал, я там все новости, это Москва-24, там есть все, и как там животных спасают, и как наводнение, все новости, а так, в основном, не очень-то я сижу. Виктория Цибина, Сергей Власов, Данила Кочемазов, День города.